Украинская сторона продолжает нарушать перемирие. На Донецком направлении противник применил танки, минометы, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. По прилегающим районам 12 населенных пунктов было выпущено 13 танковых снарядов, 292 мины калибром 120-82 мм. На Мариупольском направлении по прилегающему району населенных пунктов Ленинская комитетно выпущено 44 мины калибром 82 мм. Также применялись гранатометы и стрелковое оружие. На Горловском направлении по району Селенпута Железная балка подразделения вооруженной силы Украины обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 44 нарушения режима прекращения огня с позиции вооруженных сил Украины. Наибольшим обстрелом подвели с района вблизи аэропорта, где противник, наплевав на минские договоренности, продолжает безуспешные попытки выдавить нас с позиции. Также продолжились минометные обстрелы наблюдателем пункта СССР вблизи Безыменного, который устал для карателей прицельной точки. Продолжает нести потери 3-й батальон 25-й воздушно-десантной бригады, прибывший на смену 72-й в районе Селенпута Авдеевка. Так, по данным нашей разведки, в результате неосторожного обращения с боеприпасами гранаты РГД-5 погибло на случай вооруженных сил Украины с позывным ГИРЗА. Создается впечатление, что на смену 72-й бригады пришли не десантники, а какое-то племя индейцев, которые каждый день приносят не боевые потери в статистику, а тот. Даже в 72-й бригаде такого не было. При этом, по заявлению военного руководства Украины, в эту ротацию на передовую придут подразделения, сформированные и обученные по стандартам НАТО. Но что-то пошло не так. То ли инструктора бестолковые попались, то ли люди настолько не обучаемые. В любом случае, в 199-м учебном центре в Житомирской области продолжается обучение подразделений вооруженных сил Украины инструкторами из стран-участник НАТО – Польши, Канады и США. В числе обучаемых есть разведывательный батальон, укомплектованный – 160 военнослужащих по контрактам и 200 срочников. В настоящее время нам начинают поступать обращения от военнослужащих срочной службы вооруженных сил Украины, ожесточать дедовщины и вымогательства со стороны контрактников. Все мелкие нарушения наказываются физическими избиениями или издевательствами, а более крупные – финансовыми штрафами, так называемых общак подразделений. Кроме этого, военнослужащие жалуются, что заявленное обучение иностранными инструкторами проводится крайне редко, а вместо занятий, на которые не привлекаются инструкторы, обучаемые ремонтируют казарменные помещения и учебные классы, а также убирают территорию. Таким образом, мы можем сделать вывод, что сформированные и обученные по стандартам НАТО подразделения вооруженных сил Украины – это обычная фикция, на которую очередной раз списываются многомиллионные денежные средства, а военнослужащие, не получая даже начального военного образования, которое в советское время преподавалось в учебках. Более того, Украина за все это некачественное обучение еще гоняется иностранными помощниками в долги, отчего госдолг для украинцев становится непосильной ношей. Продолжение следует...